Архангельск Пожалуй, именно оно и влечет Интерес к этой самой памяти Пожалуй, именно оно и влечет Туристов в ту или иную страну В тот или иной город В Архангельске каждое десятилетие Его истории жили уникальные, выдающиеся люди И вот профессор Барашков Сегодня нам представил Список только из 24 имен и фамилий Его, конечно, дополнять и дополнять И, конечно, имя вашего отца туда смело Можно включить Вот на ваш взгляд, как сегодня и что сегодня Нужно сделать для того, чтобы память Об этих людях она жила и сегодня, и завтра И всегда Я хочу сказать, что В Архангельск Все больше и больше приезжает гостей Больше туристов Интересуются Соловками и так далее Малая Карелая и так далее Но вот Я был сам свидетель Когда один Турист спросил Все это прекрасно Все мы посмотрели А покажите нам Соломбол У него спрашивают Откуда вы знаете Соломболу? Ну как же, как же Весь Советский Союз читал знаменитую книгу И просто интересно Что Конечно, люди Об Архангельске знают по наслышке Есть такой город Но Соломболу Вообще никто не знал Практически до тех пор Пока не вышла вот эта знаменитая книга Конечно, Соломбола Это колыбель Колыбель русского флота И колыбель Многих наших Знаменитых Моряков Ледовых капитанов И так далее И так далее Конечно, не зря Барашка вспоминает Отсюда уходил Седов Плавание Между прочим Которого провожал Бойед Эти экспедиции Русанова И так далее Значит, это, конечно, все То есть Соломбола Может стать таким Туристическим маршрутом Совершенно Совершенно Да Вот поэтому И еще один Случай Я расскажу У меня дочь Младшая Живет в Германии У нее муж Арнт Хорошо знает русский язык И как-то поехал в Берлин На конференцию Какую Там была Российская делегация И так далее И так далее Ну Арнт Разговорились С ним Значит, как и что Откуда Ну вот Из Балина Архангель, знаете Ну как же Знаю Детство Соломболи Я читал Это помощник президента Понимаете Он Люди никогда не Ну вот смотрите Личность вашего отца Писателя Евгения Коковина Его книга Детство Соломболи Вот что нужно сделать Для того, чтобы Вот эти люди Да О которых вы рассказываете В том числе и из Германии Они Прочитали ее Да, но они захотели Приехать в Архангельск Посетить могилу Писателя Коковина Посмотреть саму Соломболу вживую Вот что нужно делать Понятно К сожалению Той Соломболы Которая была У Жени Коковина Конечно ее нет Как Град Китиш Исчезла Это все понятно Воссоздать ее Полностью Как таковой она была В начале 20 века Тоже, к сожалению Значит Евгений Степанович Родился В Соломболе И мало кто знает Где он родился А он родился В здании Флотского полуэкипажа Легендарного здания Да Легендарного Там жила его семья Все братья, сестры И так далее Больше мест Связанных Допустим Конечно многим Обязана Коковина Но К сожалению Она ничего не сделала Для того Чтобы как-то Отдать дань Не умык и вещи Да Отдать дань Коковину Даже Библиотеку И то назвали В городе Но как бы вы видели Современную Туристическую Соломболу Потому что Интерес действительно есть Да, я понимаю Мы-то Много раз Я разговаривал Со старыми Соломбальцами И так далее Которые Конечно Все книгу Понесколько раз Читали И так далее И так далее Вот недавно Один Тоже спрошу Я, говорит Прочитал книгу И много лет Искал Где Кладбище кораблей Ну конечно Это вымышленное Но Понимаете Люди Помнят Помнят Значит Все Историю Соломовую И так далее И так далее Был Раньше До революции Установлен памятник Закладки Военных кораблей Посвященный Петровским временам К сожалению До сих пор Так и не могли найти Где этот памятник И так далее И так далее И таких вещей Очень много По Соломбле Вспомнить Но я уже не говорю О разрушенных Морском соборе Соловецком подворье И так далее Как привлечь Туристов Трудно сказать Конечно Ну вот еще Один товарищ Приложил пример Я бы говорить Например Если бы помоложе Я бы создал Маршрут Путешествия По каковинским местам Допустим На Соломбалке Поставить там Шлюпки С парусами Ну и пройти Тем маршрутом С которым Дед Максимович Со своими Друзьями Ездил Парапалки Рыбачили И так далее И так далее Много конечно Таких мелочей Солидных конечно Таких Я не думаю Что возможно Тут это все связано И с финансами И так далее И так далее Но хотя бы понемногу Можно это сделать Я недавно Тоже высказал Вот сейчас Много очень Памятников У нас всевозможных Скульптур Поставлены И так далее И так далее Я вспомнил Что в городе Сент-Луисе В Америке Поставлен памятник Тому Сойеру Как бы и Фину Тут Прямая параллель Проходит С нашими Солобальскими Мальчишками Почему бы нет Почему бы Ведь Солобальские Мальчишки Особенно Это не мальчишки 19-го или 18-го веков Это мальчишки Наше Начало 19-го века Из которых Выросли Вот эти Выдающиеся Моряки Значит флотоводцы И так далее И так далее Вот это все же Было бы связано С этим делом Поэтому Вот такие Мнения конечно Возникают Ну Владислав Евгеньевич Я надеюсь Что среди тех Кто смотрит Наш сегодняшний эфир Наверняка найдутся люди Которые возможно Возьмут на заметку Ваши Наметки По развитию Туристической Солобой Хотелись бы думать Смотрите Исторические города Они традиционно Привлекательны Для туристов Архангельск Не исключение Ваш рецепт Как сделать Чтобы в Архангельск Архангельск Области Таки ехали люди Несмотря И на плохие дороги И на неустойчивый климат Ну я думаю Все же таки Самая главная Достопримечательность Архангельска Это его люди И его история Потому что Архангельск Конечно Старинный город Но Он только именем Называется старинный Практически 20 век Оказался разрушительным Для Архангельска Практически Все было Снесено Я конечно понимаю Руководителей Которые Благими намерениями Значит Ну правда Имели утилитарные Соображения Надо было строить город И так далее Все ненужное Значит Сносилось Ну что теперь делать Не плакать Показывать то Что осталось Да Показывать то Что осталось Ну и это Я тут разговаривал Сейчас таблички Повесили На домах Которые Храняются якобы Государством Но постепенно Они исчезают Эти таблички Контроль какой-то Значит Тут вряд ли Нет Ну что Хотя бы то Что осталось Конечно Сохранились Неплохо Еще могу сказать Я еще Ну не очень молодой Но не очень старый Но я еще Жил в 40-е годы 50-е Когда архангельство Еще было настоящим Архангельском Мы помним это Ностальгия конечно Очень жаль Что делать Оставить Хотя бы сохранить То что есть Да Это конечно Ну и наслаждаться Прогулками По литературному Архангельскому Да Ну несколько слов Конечно Ближе к литературе Допустим Знаковые имена Конечно Евгений Коковин Безусловно Степан Писахов Но Степан Писахов Еще как-то Хотя Тоже жалко Снесли его дом 27 на Поморской В котором он жив Я еще помню Когда Писахов Ходил сдавать Свои картины В комиссионный магазин Который находился В Поморской И при мне Он приходил Значит И спрашивал Продали что-нибудь Или нет Нет Ничего не продали Это картины Которые сейчас стоят Сотни тысяч рублей Такая была обстановка Конечно Неплохо было Более прилично Сделать могилу Писахова Ну там Довольно скромно Все И то Она совсем недавно И еще одно имя Которое конечно К сожалению у нас Это конечно Виктор Шерген Недавно только Его тут Борис Шерген Конечно Борис Шерген Извините Борис Викторович Шерген Была мысль Создать небольшой музей Шергена В 90-е годы Был такой Литературовед Игорь Владимирович Стрежнев Вот Он договорился С некоторыми Значит Коммерсантами И на Карамарце В примерном доме Где жил Того дома конечно Не сохранилось Шергена Построили новый дом Примерно Такого же Архитировали И так далее Значит там Эти коммерсанты Занимали место И хотели Несколько комнат Выделить Для музея Шергена Это где-то Годов 94-95 К сожалению Значит Игорь Стрежнев Умер Коммерсанты Что Забросили И продали Это здание Ну вот Этой Церкви Да Церковно Настало Это здание И так Эта идея Затерялась Библиотеку Конечно Шергена Надо бы Назвать В городе Все-таки Ну Соломбулу Конечно Тоже Хорошее место Я понимаю Но все И еще Один момент Я конечно Разговаривал Тут с некоторыми Где похоронен Шерген Вот Кто-нибудь Знает Или нет Конечно Люди знают Я понимаю Он похоронен В Кузьминках И так далее И так далее Но сейчас Тот товарищ Который Значит Был близок К ним Ну не родственник Конечно Так Там же никого Больше не остается Вот спросите У любого москвича Кто такой Шерген Не один человек Я уверен Сто процентов Мое мнение Конечно Может Это Произдел Экхумацию И похоронить Шергена На его родине Ну смотрите Как плачет Евгеньевич Все равно И памятники И Писахову И Борису Шергену Они появляются И они уже появились Да Конечно Но все равно Это я говорю Это самые знаковые Литературные люди 20-го века Но будем их помнить Так Владислав Евгеньевич Я вас благодарю За беседу Редактор субтитров А.Семкин